Эфир седьмого телеканала продолжает вечер на седьмом и в студии для вас работает Анна Кравцова. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях Олег Варивада, глава Николаевской райадминистрации. Очень приятно, что вы посетили наш эфир и журналисты нашего канала узнали, что вы выиграли некий конкурс. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Как может быть, знают наши зрители, с конца прошлого года служба автомобильных дорог Одесской области находится без руководителя, прежнее руководство было уволено. За этот период сменилось несколько исполняющих обязанностей и Украфтодором был объявлен конкурс на должность главы службы автомобильных дорог в Одесской области. Я участвовал в этом конкурсе и 27 мая был завершающий этап. И согласно протоколу комиссии, которая заседала в этом конкурсе, я был признан победителем. И на сегодняшний день происходит процесс переоформления моего на эту должность. Во-первых, поздравляем. А во-вторых, абсолютно уверена, что вы теперь дадите нам все предварительные вопросы по очень важному аспекту в нашей сейчас жизни. Это трасса Одесса-Арени, это такая притча во языцах, строится-строится и никак не построится. И вот теперь, естественно, вчерашний день обозначился появлением даже палатки. Глава облгосадминистрации Михаил Саакашвили был вынужден переехать туда, чтобы власть и прочие чиновники обратили внимание на такую проблему, как отсутствие финансирования. Давайте посмотрим сюжет наших журналистов седьмого телеканала и вы потом прокомментируйте эту ситуацию. Я попрошу режиссера включить сюжет. В стране, в нашей стране, управленческий механизм полностью вдребезги сломан. И здесь буду сидеть столько времени, помимо моих поездок, конечно, в Киеве или какую-нибудь командировку, сколько понадобится, чтобы эта дорога была закончена. Чтобы хотя бы в этой сфере у нас навели порядок. Потому что так не пойдет, так дальше издеваться над людьми невозможно. Обещанные средства из фонда регионального развития, это 134 миллиона, до сих пор не получены. Неполученные средства кредитные у Куравтодора, почти 297 миллионов. И из обещанных 600 миллионов таможенных платежей на сегодняшний день мы имеем всего 92 миллиона. Крайние сроки есть. По сути, речь идет уже, счет идет на дни. И если мы в ближайшие две недели не получим эти средства, или не получим решение Кабинета министров, подтверждающее их получение, то мы рискуем в этом году не выполнить объемы работ, которые были запланированы. Расскажите, пожалуйста, почему главой облгосадминистрации приняты такие радикальные меры? Я вижу, вы там тоже на месте присутствуете и переживаете за то, что происходит. Дело в том, что Михаил Николаевич – это человек дело, а не человек слово. Поэтому он привык к тому, что те вещи, которые он озвучивает, чтобы они выполнялись. Более того, эта тема Одессы-Рени была им озвучена еще при вступлении в должность ровно год назад. Потому что уже с момента его назначения прошел целый год. За этот год, к сожалению, как я понимаю, он ничего, кроме обещаний от различных должностных лиц на различных уровнях, различных заверений не получил. Поэтому я думаю, что этот шаг скорее будет вынужденный. И, может быть, таким способом удастся все-таки привлечь внимание и получить то, что было уже обещано, по сути. Готовясь к эфиру, я читала о таких цифрах. По результатам двух месяцев этого года в бюджет от таможни было направлено 183 миллиона больше, чем запланировано. Соответственно, на ремонт дорог в области поступит почти 92 миллиона. Это было заявление главы таможни Юлии Марушевской. Дальше 400 миллионов гривен намерен выделить у Крафта Дор. 134 миллиона гривен заложено в фонде регионального развития. Еще 100 миллионов предусмотрено областным бюджетом. Но с оговоркой в случае наличия дополнительного финансирования проекта. По предварительным оценкам, на ремонт и реконструкцию трассы понадобится от 2 миллиардов до 4 миллиардов гривен. Насколько, во-первых, эти данные соответствуют действительности? И другой сразу же вопрос, потому что он соотносится к цифрам. Абсолютно уверена, что бабушка, которая сидит сейчас у экрана, и у нее скудная пенсия, она шокирована. Как объяснить рядовому гражданину, что трасса Одессы-Рене – это стратегически важная для нас трасса? Что, грубо говоря, мы получим? Правильно? Потому что, вы понимаете, да, подоплеку этого вопроса? Миллионы, миллиарды гривен. Для чего? Ну, я начну с вашего первого вопроса, если позволите. Касательно стоимости. На сегодняшний день запланировано к ремонту, к текущему среднему ремонту, 17 участков. И еще два участка – это обход города Рени и мост возле города Рени. Стоимость всего этого ремонта запланирована 1 миллиард 100 миллионов гривен. Поэтому не совсем из бюджетов Украфтодора запланировано 400 миллионов, там 297 миллионов, если быть точнее. Фонд Державный регионального розвитку – 134 миллиона гривен. Действительно, от таможни уже поступило 92 миллиона гривен. И есть запланированных в областном бюджете 100 миллионов, о которых вы сказали. Это в случае софинансирования этих проектов. Так что это то, что касается денежных средств. Теперь, что касается важности этой дороги и вообще необходимости проведения такого вроде бы дорогостоящего ремонта. Дело в том, что Одесса-Рени – это транспортный коридор, который соединяет, во-первых, Черное море. И юг Украины с Западной Европой. Потому что мы имеем прямой выход на Дунай. Дунай – это главная транспортная территория Западной Европы, на которой расположено более пяти стран развитых. Поэтому движение грузов абсолютно понятно. Во-вторых, работая в должности главы райадминистрации, я столкнулся с такой проблемой. Потому что когда приходят инвесторы, любые инвесторы на любой уровень, один из важнейших вопросов, который они зададут в Украине, помимо прочего, – это наличие дороги. Дорога у вас есть. И отсутствие дорог, как правило, является очень сильным препятствием для того, чтобы вкладывались кем-то деньги. Кроме всего прочего, не надо забывать о том, что эта дорога проходит через весь юг Одесской области и соединяет огромное количество районов. Начиная от Ренийского, Ренийский, Болгородский, Измаильский, Килийский, Саратский, Белгороднестровский, Арцисский. То есть это, в котором проживает огромное количество людей. Знаете, когда-то в древности говорили, где дорога, там жизнь. Ничего не изменилось. Поэтому дорога – это очень важно для и Одесского региона, и для Украины в целом. Спасибо за ваш всеобъемлющий такой ответ. Если говорить о конкретике, на какой вес транспорта и температуру будет рассчитана дорога? На данный момент известно уже? Дело в том, что лимиты грузоподъемности транспорта устанавливаются действующим законодательством. В данной ситуации на сегодняшний день в Украине не более 24 тонн на одну ось и не более 40 тонн в целом должен весить грузовик, либо 44 тонны, если это контейнеровоз. Поэтому мы работаем именно в рамках этих нормативов. Что касается температурного режима, то я думаю, что все зрители уже знают, что когда у нас более 28 градусов Цельсия, то движение грузового транспорта в этот период суток запрещено. Недавний скандал был как раз с весовым контролем связан. Что будет решаться в этом вопросе? Будет ли он жесткий, чтобы, возможно, не разбили за месяц уже отремонтированные дороги? Очень хороший вопрос. Дело в том, что, понимаете, строительство дороги не есть само по себе панацея. Потому что если мы говорим о том, что мы хотим построить дорогу, то мы должны понимать, для чего мы ее устроим и, главное, каким образом она будет сохраняться. Поэтому это процесс такой, двоякий. То есть, с одной стороны, надо дорогу построить, с другой стороны, ее сохранить. На уровне уже Кабинета министров принято решение о том, что в Украине повсюду будет вводиться жесткий весовой контроль, для чего будут закупаться передвижные мобильные весовые комплексы. Они будут укомплектованы соответствующим штатам работников, и они будут выставляться на основные транспортные артерии и контролировать эти грузоперевозки, для того, чтобы не превышались те нормативы, о которых я говорил. Без этого любое строительство дороги — это всего лишь навсего. Мы просто тратим деньги, выбрасываем их, по сути, на ветер, потому что строить дороги на один год — это неприемлемо. Всегда вопрос ремонта дорог связан непосредственно с фирмами-подрядчиками. Очень часто в городе или в области, когда ты узнаешь о фирмах и о причастности их к неким должностным лицам, ты просто понимаешь, что карта коррупции по-прежнему расцветает. Будет ли перчин фирм, которые занимаются этой дорогой, обнародован? Как-то это можно узнать журналистам или обычным людям, которые интересуются, действительно ли целевым назначением средств занимаются фирмы-подрядчики? Вы знаете, отличительной чертой команды Саакашвили является открытость и прозрачность работы. Поэтому я этим принципом изменять не собираюсь. И работая уже в должности службы автомобильных дорог, могу всех заверить, что все данные будут открыты. Как касательно стоимости работ, как касательно подрядчиков, которые выполняют эти работы, материалы, которые они используют при выполнении этих работ, стоимость этих материалов. То есть мы максимально раскроем всю информацию для того, чтобы в дальнейшем не давать спекулировать на каких-то непонятных вещах, чтобы не позволить это на недостатке информации кому-то распространять какие-то глупые слухи. За это отдельно спасибо. Если говорить о дальнейших планах, пока они немного на уровне мечтаний, но как вы считаете, насколько качественно будут выполнены работы и насколько хватит этой дороги после ремонта? То есть все-таки инвестиции предполагаются серьезные и насколько какой-то период этого хватает? То есть этот вопрос может покажется немножко вопросом домохозяйки, но на самом деле это важно. Каждое десятилетие ли будут вкладывать в эту дорогу? Каждое пятилетие? То есть вот сколько этот объем инвестиций занимает по времени в итоге конечный ремонт? Любой ремонт, он имеет свои определенные сроки. Текущий средний ремонт, он как правило рассчитан на 5-6 лет эксплуатации, после чего он снова должен обновляться, делаться. Если мы говорим о капитальном ремонте дороги, то это 10-12 лет, после которого выполняется капитальный ремонт. К сожалению, Одесса-Рени это хороший пример того, как в Украине не делались ни текущие средние ремонты вовремя, ни капитальные, потому что дорога, строительство ее где-то было начато, по той информации, которую я получил от службы автомобильных дорог где-то в 1947 году, а было закончено в 60-х годах 20-го века. Так вот в тех периодах, если посчитать количество средних и капитальных ремонтов, которые были запланированы в нормативной, которые были выполнены, это совершенно несоизмеримые цифры. То есть нормативы не выдерживались, сроки не выдерживались, ремонты не выполнялись. В данной ситуации, когда мы говорим о строительстве, вернее о ремонте дороги Одессы-Рени, то мы говорим о том, что мало ее отремонтировать. В дальнейшем нужно поддерживать все те нормативные сроки. Если мы в Украине на сегодняшний день дорогам не уделим должного внимания, по сути мы говорим сейчас о выживании государства, о его целостности и многих вещах. Поэтому здесь компромисса быть не может. Дороги должны делаться постоянно, регулярно и предусмотрены нормативами. Я абсолютно уверена, что сдать в эксплуатацию этот успешный ваш проект, как трасса Одессы-Рени, это дело чести этой команды, которая пришла работать в область. Я еще помню, когда Михаил Сакашвили только появился в Одесской области, один из сюжетов нашего журналиста был обозначен как «Грузинский ледокол реформ». Вот вопрос у меня немножко философского толка. Я спрашиваю это буквально у каждого, кто приходит в нашу студию, являясь так или иначе причастным к развитию области. Как вы считаете, с чем связано, что, грубо говоря, «Грузинский ледокол реформ» очень часто тормозят различные коррупционные схемы, о которых рассказывают буквально каждый, кто приходит из этой команды. И повлияла ли смена премьер-министра, то есть ускорилось что-то? Есть ли какое-то влияние власти сейчас непосредственно? Помогают ли вам в вашем непосредственно таком тяжелом деле, в том числе и в трассе Одессы-Рени? Ну, продолжая ваше красивое такое образное сравнение, знаете, грузинскому ледоколу реформ очень тяжело в айсбергах украинской коррупции. Собственно, они и тормозят. Вы понимаете, дело в том, что вне зависимости от того, приходят новые премьеры, приходят новые президенты, но мы должны понимать, что бюрократия при этом не меняется. В одном из своих интервью Давидов Курелиза сказал, что революция меняет верхушку, а бюрократия остается той же. Поэтому на уровне среднем будут саботироваться любые реформы, связанные с невозможностью зарабатывать на коррупционной составляющей. Вот это главное препятствие в работе Михаила Николаевича. Что касается Владимира Борисовича, то во время его визита в Одесскую область, я ему докладывал в том числе и по Одессе-Рени, и из того разговора, который у нас с ним состоялся, я вижу, что он настроен решительно действительно поменять ситуацию в стране. Если будут выполнены те вещи, которые он декларировал, то наша страна очень быстро и эффективно начнет меняться. Такая же позиция у Владимира Владимировича Амеляна, это министр инфраструктуры Украины, он тоже решительно настроен менять ситуацию. И по тем действиям, которые я вижу, и это имеет место быть. Например, сегодня состоялось расширенное заседание Кабинета министров Украины, и тема дурок была одна из главных, и было принято целый ряд важных решений, связанных с их ремонтом и строительством. Подходит к завершению наш эфир, и у меня последний вопрос. Я бы хотела вернуться к вашей предыдущей должности, до конкурса. Что бы вы посчитали на данный момент своим главным достижением на этом довольно-таки важном посту? То есть вот если поставить какой-то итог к собственной работе, я прекрасно понимаю, что все в команде реформаторов очень, скажем так, скупы на похвалу самому себе или вообще в целом команде. То есть вы все-таки действительно все люди дел, а не слов. Но вот если зрителю донести вашим главным достижением на этот момент, что бы вы посчитали? Восстановление доверия к власти. Вы знаете, я занимал пост в аграрном районе Одесской области. Он достаточно малоизвестен здесь, в Одессе. Но там живут прекрасные люди. И одна из проблем, связанная с аграрной сферой, была с тем, что они не могли реализовать в полной сфере свое право на землю. Когда я пришел на должность, в общем-то с тех пор мы очень активно занялись этим вопросом. На сегодняшний день земля, основной актив граждан и жителей Николаевского района, оформляется быстро, без взяток и без проблем. Спасибо огромное. Я зрителям напоминаю, что в нашей студии был Олег Варивада, глава Николаевской райадминистрации, который объяснил как раз все существующие вопросы, касаемо трассы Одессы-арени. Я желаю вам успеха, успешного завершения проекта. И чтобы меньше было трудностей, действительно, чтобы ледоколы реформ не наталкивались на айсберги, и чтобы вам не приходилось прибегать с командой к таким крайним мерам, как переносить собственные кабинеты для встречи, стратегически важных вопросов на дороги и разбивать там палатки. Желаю успехов «Седьмой телеканал». Всегда готовы вас поддержать. Спасибо. Спасибо. А это был «Вечер на седьмом». Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok